Здравствуйте мои сладенькие булочки с корицей. Смотрю я на ютуб и мне становится грустно, потому что лайков мало, комментики никто не пишет, а это очень помогает в продвижении канала. Поэтому обязательно оставляйте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал, а также мой бустя, где глава выходит без вырезанных сцен и гораздо быстрее. Все ссылки в описании. Бесправный мальчик. Автор Береника Эппэ. Глава десятая. Тейхен окончательно проснулся, когда с просони, не соображая, приподняв голову, приложился макушкой о деревянную панель кровати, понял, где находится, и со вздохом обратно опустил лицо на подушку. Еще с минуты, пролежав так без сил, он с трудом выпался из-под кровати, обнаружив на полу заботливо оставленный для него под нос завтраком, знакомыми оранжевыми таблетками и тремя ломтиками плитки молочного шоколада, что удивило мальчика. Его крайне редко угощали шоколадом, поскольку он был ему вреден и числился в списке противопоказанной ему пищи. Когда он лежал в больнице, мистер Кан приносил ему мармеладок и только иногда темный пористый шоколад. А черный шоколад Тейхен никогда не любил. Осушив стакан воды, мальчик утиной походкой побрел в уборную, где, воспользовавшись заживляющей мазью с эффектом онемения, смазал следы от ремня, понимая, что если сейчас он, перекусив, не примет таблеток, то загнется от боли. Настолько его организм был истощен и измучен продолжительными физическими страданиями. Сладкое угощение, что ему оставили, чтобы приподнять настроение, он так и не тронул. Позже, собравшись вместе со своей сумкой, куда он сложил свои игрушки, книги и блокноты, Тейхен спустился вниз, опасливо осмотрелся по сторонам, надеясь никого не встретить, и прошел в коридор, где находился стационарный телефон, которым никто не пользовался, но в дань уважения ретро-культуре он неизменно лежал на комоде перед зеркалом. Там еще рядом была большая ваза, но она с недавних пор куда-то пропала. Мальчик убрал винтажный кружевный платок, покрывающий античный телефон, и взглянул на дисковый номеронабиратель. Он не знал личного номера мистера Кана, но наизусть помнил номер самого Херна, который стал по числам набирать, закручивая пальцем диск. Ладонь с волнением, сжимающая трубку, успела увлажниться и похолодеть. Когда с той стороны провода прозвучал усталый недовольный голос ассистента, Тейхен, тихо поздоровавшись, сразу попросил к телефону самого Кана. «Скажите, скажите, это Ким Тейхен? Я звоню из усадьбы семьячу». Оглянулся назад, плотнее прижав динамик к уху, и еще тише, понизив голос, взмолился. «Пожалуйста, это важно». С той стороны линии послышался тяжелый вздох, после чего ему велели подождать и не класть телефон. Тейхен, переместив всю тяжесть на здоровую ногу, чтобы не налегать на правое колено, ждал, оперевшись плечом к стене и нервозно теребил пальцами в витой шнур, идущий от трубки. Тейхен, донесся отрывистый и удивленный голос руководителя. «Дядя Кант, пожалуйста, поскорее заберите меня отсюда, я готов встать на очередь в ликвидацию. Только заберите, заберите меня отсюда, я вас очень прошу». Ломкий и просящий голос Тейхена дрожал от волнения. «Он избивает меня и подвергает насилию, я не могу больше тут оставаться, мне тут очень плохо, дядя Кант, пожалуйста, заберите меня, я стану донором, как мой брат, но вы меня, главное, не отправляйте в дом терпимости, я этого не вынесу». Из-за того, что мальчик говорил торопливо и взволнованно, боясь, что сейчас кто-то появится и отберет у него телефон, в горле у него пересохло. Он гулко сглотнул и опять бегло, оглядевшись по сторонам, продолжил. «Сколько, сколько мистер Чан заплатил за меня? Если я стану донором, это покроет ваши расходы. Вы, главное, после моей смерти не продавайте ему нового Омегу. Он, он настоящий монстр, дядя Кант, у него совсем нет жалости». Кант напряженно слушал нервную речь мальчика и не понимал, как можно было за неполных две недели так довести до отчаяния столь выносливого и сдержанного ребенка, как Тихен, который толком и жаловаться-то никогда не умел. «Успокойся, Тихен. Я приду сегодня и лично разберусь, что у тебя там произошло». Мальчик смахнул с глаз набежавшие слезы. «Я пойду, я пойду на ликвидацию, но вы, главное, заберите меня отсюда, дядя Кант. Пожалуйста, приезжайте поскорее. Я вас очень прошу. Я буду вас ждать. Я делся и вещи свои собрал. Вы, главное, приезжайте. Вы ведь не обманывайте меня, да? Вы и вправду приедете за мной». Сбивчиво тараторил Тихен, вкладывая отчаянную надежду в свои слова. Кант тяжело вздохнул. Вот ведь знал, что так будет. Он ведь не хотел продавать Чону этого покалеченного ребенка, если бы не вмешательство демона, настоявшего на том, чтобы именно этого Амешку отправили в постель Чон-Чонгука. Он бы никогда не подписал документы о его продаже. Заверив Тихену обещаниями, что он прибудет в усадьбу после полудня, Кант собирался повесить трубку, как мальчик его остановил. «Нет, постойте, не кладите. Я хотел еще сказать. Спасибо, дядя Кант. Мне кроме вас некому было обращаться за помощью». Кан, дослушав, попрощался с ним и, отключив телефон, потер виски. За окном его кабинета дети весело резвились на улице, несмотря на пасмурную погоду. У них каждый день был на счету. Но понимали ли они это на самом деле? Кан глядел из окна, как мальчишки бегают друг за другом, как гоняет мяч, как смеются и ругаются из-за пустяков. И на повторе воспроизводил в памяти последние слова Тихена. А к кому надо было обращаться за помощью самому Кану, чтобы суметь хотя бы одного из этих детей спасти? Он никакими привилегиями в мире жестоких господ не обладал. Что с этим несчастным ребенком сделал этот вампирский подонок, что мальчик сознательно готов пойти на ликвидацию, лишь бы не оставаться и дальше в его попечении? Кан и думать об этом не хотел. У мистера Кана не было своей семьи. Родители его давно скончались. Почти вся его одинокая жизнь прошла в Хьорне. Зная, какая печальная участь ждет детей, он старался ни к одному ребенку сердечно не привязываться. Воспитатель Кен Хи привязался к Чимину. И чем все это закончилось? Мальчика ликвидировали, а Кен Хи покончил с собой. Кан тоже часто размышлял о смерти, многократно представляя себе, как рано утром приходит в свой кабинет, достает веревку и, встав на стул, вешается. Каждый раз, когда ему становилось невыносимо, он поднимал голову и внимательно разглядывал тяжелую металлическую люстру, мысленно привязывая на нее веревку и прикидывая, выдержит та его вес или нет. Эти мрачные мысли успокаивали его, и к концу своих размышлений на него находила опустошающая апатия, что и помогало ему равнодушно существовать дальше и делать свою ненавистную работу. Отложив свои сегодняшние дела на завтра, Кан захватил свой плащ зонтом, в последний раз рассмотрел в зеркале свое усталое помятое лицо и, поправив оправу круглых очков, вышел за дверь. Ему предстоял долгий путь до усадьбы вампиров и сложный, весьма неприятный разговор с самим Чоном, с которым практически невозможно было отстоять свою позицию, поскольку Чон, бессовестно пользуясь привилегиями адвокатских навыков, брал верх. Тэйхён, прижав к щеке трубку, из которой доносились гудки, протяжно выдохнул, после чего вытер влажную рукоять телефона, а свою водолазку вернул ее на место. Он еще раз боязливо оглянулся назад. Не застал ли его кто-то за разговором, но длинный холл был пуст. Мальчик, вытянув рукава на кончике пальцев, торопливо вытер ими мокрые глаза и, захватив свою сумку, прихрамывая, вошел в зал отдыха дожидаться на диване приезда мистера Кана. Донором мог стать исключительно представитель человеческой расы. У магического населения была отравленная кровь. У вампиров из-за их уникального дара к высокой регенерации стоило извлечь из них здоровый орган, как он, отделившись от единого организма, поддерживающего в нем жизнь, моментально иссушивался, приходя в непригодность, что делало вампира бесполезным к донорству. Оборотни обладали индивидуальными составами крови, из-за чего они не могли не стать донором для других рас, не быть донором для своего сородича, поскольку каждый из них обладал только ему свойственной группой крови. Что же дело до эльфов? Причина в их неспособности стать донором крылась в их иммунной системе. Их органы воспринимали чужое тело за врага, принимаясь повреждать ткани, что приводило к скорой смерти всего организма. И только человек способен был стать для других раз донором, поскольку людской организм обладал исключительным даром адаптироваться в любой незнакомой ему среде. Человеческие органы после трансплантации, сразу переняв новый для себя организм, приспосабливались к жизни в нем и уживались в своем новом хозяине, в последующее время, подвергнувшись деформации, полностью утрачивали свое заводское строение, перенимая индивидуальные качества нового тела. И из-за этого Министерство темных дел плотно занималось легализацией и монополизированием донорской организации. Всех человеческих сирот, остающихся на попечении государства, по состоянию здоровья распределяли в донора. Тех, кто не подходил для сдачи органов, Альф и Бетт, отправляли с 15 лет на тяжелые работы, где большинство из них не доживали и до своих 35. Тем, кому удавалось бежать из этих лагерей, ждала не менее тяжелая и преступная жизнь в гетто. Омега же массово продавали вампирам, желающим иметь детей. Кого до 19 лет не удавалось продать или ликвидировать, отправляли в дом терпимости отрабатывать расходы, что Министерство понесло за его содержание в приюте до совершеннолетия. После 30 лет Омега освобождался от своего долга и, получив свои документы в руки, имел полное право покинуть дом терпимости и построить свою жизнь по собственному усмотрению. Но выбор в их темном мире был все равно невелик. Извеченных проституцией Омег ждала извилистая дорога в районы гетто. Что значит сознательно идти на смерть? Техену совсем непросто далось такое решение. Желать ликвидироваться не то же самое, как под состоянием сильнейшего аффекта выброситься из окна. Ему было страшно умирать. И страх этот веял таким ледяным холодом, что ему абсолютно беззащитным, трусливым образом становилось себя жалко. Но не поддержать, не помочь себе он не был способен. Он вытирал собственные слезы и, взяв себя за руку, как маленького слепого ребенка, уговаривая, вел на сознательную гибель. Что чувствовал Чимин, которому было неполных 15, когда он сидел на больничной койке и ожидал анестезиолога, зная, что больше никогда не проснется? Ни одна боль, что испытывал Техен, так жестоко не драла его сердце, как мысль об этом. О том, как страшно и одиноко его брату, было дожидаться своей гибели в пустой палате. У Чимина рядом никого не было, кто бы напоследок обнял, погладил по волосам, пожалел и сказал бы хоть одно доброе слово. И Техен, нещадно тоскуя по нему, очень хотел воссоединиться с ним, хотел, наконец, сильно-сильно обнять его, попросить у него прощения за то, что не успел обнять тогда, и сказать, что теперь уже, когда их обоих нет в живых, мир более не способен их разлучить, что они, наконец-то, вместе, снова вместе, навсегда. И эта мысль, она была сама по себе такой желанной и долгожданной, что Техен, прижимая к груди свою марионетку, приободрялся. Мысли о Чимине постепенно вытесняли страх перед смертью. Даже в душе зарождалась какая-то крупица радости от того, что совсем скоро он избавится от своей мучительной тоски подругу, от одиночества и тяжелой ноши вины. Только бы встретить Чимина там, за обратной стороной материального мира. Только бы иметь еще одну возможность сказать, как сильно и преданно он его любит. За этими мыслями ожидание ликвидации меняло смысл, приобретая мотивацию. И жалкой, бесперспективной жизни полной страданий. Нечего было сопоставить самой смерти. Как минимум, она могла прекратить его бессмысленное существование в мире, в котором его никто не любил, в котором он никому не был нужен. Как максимум, смерть могла воссоединить его с Чимином. В любом случае, смерть виделась Техену лучше, чем жизнь, что приходилось ему вести. Мальчик подушечкой пальца погладил потертое лицо куклы и устало приподнял уголки куклы. А почему их называют марионетками, ТТ? Увлеченно спросил Чимин, дальше орудуя игрушкой. Ты говорил, что читал об этом где-то. Техен сидел на табуретке и щерезь пытался вдеть нитку в иголку, чтобы зашить себе порванный носок, из которого выглядывал его большой палец. В Венеции был такой обычай, когда раз в году 12 омек в один и тот же час выходили из своих домов в белых нарядах и шли к церкви, где их поджидали женихи. В один из таких праздников омек похитили высадившиеся на берег пираты и увезли их на своих кораблях. Кинувшиеся в погоню женихи догнали врагов, отомстили за грабеж и поруганную честь омек. После этого события государством было разрешено изготовить 12 больших кукол и их наряжать в свадебный наряд вместо самих омек. Эти куклы были немного больше роста обитателей, и всех их называли одним именем. Большая Мария или Мариона. Расчетливые ремесленники, чтобы заработать на этом, принялись для жителей города создавать мини-копии этих кукол-невест. И маленькие Марии стали называться марионетками. Так это название и распространилось на весь мир. Неуклюже зашивая носок, поведала ему историю марионеток Тихион, которую и прочел то только, чтобы с Чимином поделиться, поскольку тот любил возиться с этими куклами. Вроде речь идет об одинаковых омегах, но Мария и Мариона звучат весомо и вызывают уважение. По марионетку мы пишем с маленькой буквы, и непонятно почему, но произносится она с печалью. Большая Мария символизирует праздник и поклонение, а марионетка стала объектом манипуляции в чужих руках. Важно рассуждает Чимин. Тебе это ничего не напоминает? Затейливо улыбается Тихион, примеряя свой зашитый носок. Он, сгибая, разгибает пальцы на ноге. А как же, эта история точно про нас. Есть большие омеги за стенами Херна, есть мы. Мы тут все марионетки. Чимин развернулся к нему и показал куклу, что закончил делать. Для тебя смастерил. Нравится? Хасок в окружении троих ружейников, с которыми имел сотрудничество, проследовал к столику, куда любезно их проводил администратор ресторана. За ширмой из живой изгороди у самого окна обедали Чунгук с Намджуном. Хасок заметил их, но сделал вид, что не видит специально, усевшись к ним спиной. «Ненавижу твою семейку». Поморщился Намджун, глядя на их столик. Чунгук слегка повернул голову, увидев сквозь широкие листочки спотифилума своего брата в кругу его деловых партнеров. «Взаимно, друг мой. Они тебя тоже не переваривают». Спокойно вернул Чунгук, слабо улыбнувшись. На что Намджун предпочел с ухмылкой отмолчаться. Позже, за поеданием сочно прожаренного коры ягненка, Намджуна опять потянуло на извечное обсуждение любовных тем. Иероглифы, что они используют для написания слова «Омега», также означают «Омега вдалеке». Понимаешь, к чему я клоню? Что бы мы ни делали, для нас Омеги всегда останутся на другом берегу непреодолимой реки непонимания. Этот поток реки между нами ничем не перекрыть. Она шире и глубже, чем любой океан. У него была быстрая и чёткая речь, сопровождающаяся эмоциональными всплесками в виде жестикуляции. И это могло бы показаться нелепым на ком-либо другом, но такая манера очень подходила самому Намджуну, крупному тестостероновому богу, как считали его Омеги. Чунгук не просёк, как они от обсуждения предстоящих политических реформ перешли на любовную философию друга. Но тем не менее, не изъявляя особого интереса развивать эту тему, он вяло включился. Не припомню, чтобы хоть раз за жизнь утруждал себя этой задачей, бесстрастно ответив. Это потому, что ты никогда не любил. Для влюблённого Альфа это первостепенный вопрос. Отчего же? Усмехнулся Чунгук. Одно другому не мешает, подозревая, можно любить и не понимая. Намджун покачал головой, прокрутив в воздухе столовым ножом. Любить слепым не то же самое, что любить с открытыми глазами. Когда понимаешь, видишь, а слепая любовь, она всегда иллюзорна. Если ты не способен понять Омегу, по которому сходишь с ума, то получается, ты любишь его лишь наполовину. Отправив в рот кусок мяса, он быстро его прожевал и, запив вином, продолжил. А оставшаяся половина подразумевает твою любовь не к нему лично, а к тому образу, что ты сам себе напридумывал, исходя из своих ожиданий, что возложил на Омегу. Такая любовь чревата серьёзными разочарованиями. Чунгук свел брови к переносице, и в его мимике проскользнуло что-то подчёркнуто пренебрежительное. «Сильно сомневаюсь, что ты с Огжином имел хоть какое-либо представление о том, кто такой на самом деле Суэн. Вы его не то что не понимали, вы его толком и не знали. А он, скажу я тебе, тоже не особо жаждал вашего понимания. Ему комфортно жилось и в его замкнутом загадочном мерке, куда он не рад был кого-либо впускать. Тебе не хватает так-то, друг мой. Ну, на правду принято не обижаться». Намджун отсвечивает своими обаятельными ямочками, показывая, что ничуть не задет излишней грубостью Чунгука. «Я ведь и не спорю об обратном. Наша любовь к нему всегда была иллюзорной. Мы никогда и не переставали по Суэну страдать». «Занимательная беседа», — хмыкнул Чунгук. «Но смею со всей уверенностью утверждать, что меня ваша участь обойдёт. Ни в кого влюбляться я не саби...» Его телефон на столе вибрирует, и он, скосив на экран глаза, где высвечивается домашний номер, тянет. «Рался». После чего берёт звонок и по мере услышанного кардинально меняется в лице. «Что-то случилось?» Сменив тонный серьёзный, озабоченно спрашивает нам Джон. «Омеги, от них всегда от них проблемы», — цедит Чунгук, поднимаясь с места. «Мне нужно ехать в усадьбу». Дома вампира ждал один-единственный омешка, его человечек. Нам Джуна несложно было догадаться, что этот мальчишка наворотил в дел, раздрог сейчас срывается в дорогу. «Ты, главное, будь полегче с ним. Не прибей мальчика». Беззаботно предостерегает нам Джун, возвращаясь к своему обеду. Он пока не торопился уходить, планируя остаться на десерт. Чунгук, сердито одёрнув на себе полы пальто, уселся в машину и велел водителю двигаться. Звонившим оказался дворецкий. Сухван набрал его доложить о приезде мистера Кана, которого на минутку лично сам Тэхён вызвал в усадьбу с просьбой оборвать его контракт с вампиром и забрать его с собой. «Надо же, а я ещё утром смел сомневаться, что переборщил с его наказанием вчера». Кипел раздражением Чунгук. Надо было ему сразу кости переломать. Первую сигарету он, смяв кулаки, отбросил. «Видите ли, этот сучанок контракт хочет расторгнуть, просит себя забрать». Чунгук прикурил, сквозь зубы выдохнув едкий дым. «Точно прибью эту маленькую тварь». Посидеть сутки в подвале, побитым без воды и еды, сразу ума прибавится. «Как миленький потом приползёт вымаливать у меня прощение». Яростно надумывал про себя Чунгук, и, как назло, какой-то внутренний жучок, словно высмеивая его, надменные мысли в противовес его ожиданиям нашёптывал. «Этот Ихян приболзёт прощение у тебя просить? Уверен? Ну-ну-ну». Внутри поднималась гремучая волна негодования, потому что, как бы он ни злился и не хотел этого отрицать, понимал, что этот противный жучок на редкость проницательной интуиции прав. Этот ненавистный мальчишка вытрет свои слёзы, взглянет на него с раздираемой его обидой, но голову перед ним не склонит. Как не склонил вчера, когда ревел от боли, но не просил перестать его пороть. «Дьявол!» Выдыхает вампир вместе с дымом, мрачнее пуще прежнего. Весь путь до усадьбы он накручивает себя, доведя свой гнев до опасной кондиции. Чунгук и так всегда недолюбливал руководителя Хёрна, считая его мелкой сошкой, которого был бы рад в иной раз растоптать. А теперь и вовсе, торопливо сбегая по лестнице на крыльцо, он еле сдерживает себя, чтобы при встрече кровожадно не растерзать Кана голыми руками, прямо перед этим смышлённым ребёнком, посмевшим на него пожаловаться. Чунгук на ходу, стягивая с рук кожаные перчатки, стремительно влетает в зал отдыха, за которым еле поспевает дворецкий. «Мистер Кан, с чем пожаловали?» Громогласно заявляет он с порога, опасно сверкая разгневанными глазами. Кан, застегнутый врасплох, расплёскивает свой чай на блюдце и, поставив чашку на журнальный столик, поднимает на него взгляд. Техён же, вздрогнув, шугается и, встав торопливо, заходит за диван, желая иметь преграду между ними. «Мистер Чон, добрый день!» Сухой и вопросительной интонацией подаёт голос Бета, давая понять, что вовсе не считает день добрым, как они в восторге от перспективы вернуться в имение Чонов, откуда совсем недавно уезжал, с желанием больше никогда сюда не возвращаться. Чунгук игнорирует его, смиряясь сейчас недобрым взглядом самого мальчика, что бледной тенью спрятался за диван. От него не укрывается изменившаяся на него реакция Омеги. Прежний Техён сидел бы с прямой, как палка спиной, невозмутимый, как кусок камня. Прежнего мальчика вывести из равновесия было сложно. А теперь, после случившегося, он сторонился его и глядел с распахнутыми от страха глазами. И не сказать, что Чунгуку такой расклад нравится. Он предпочел бы безразличного мальчика, вместо напуганного с этой истинной пронзительной боли в глазах. «С тобой я позже разберусь», — обещает ему Чунгук и переводит взгляд на Бету. «Нопьёте свой чай у себя в Хёрне. Следуйте за мной, мистер Кан». Распоряжается вампир, не сомневаясь, что тот беспрекословно подчинится. Он заводит их в отцовский кабинет, что находится в конце коридора. И прежде чем прикрыть за ним дверь, видит, что мальчик тоже проследовал за ними хвостиком. И теперь в нерешительности застыл чуть поодаль, боясь приблизиться. Такой потерянный и слабый, что с трудом держится на ногах. Чунгук обращает внимание и на его вид. На нем та же старая одежда и обветшалые ботинки, в которых он был, когда в первый день явился к ним. Решил уйти в своих лохмотьях, лишь бы ничего с собой, скупленного вампиром, не брать. Он злится, вспоминая, как Тэхён отказался оставить себе его футболку, заявив, что не хочет себе его вещь. Больно гордый, но ничего, и не таких ломал. Раскакивает у него в мыслях, которая рассеивается с горьким пониманием. Там уже нечего ломать. Мальчик и так целиком поломанный. И это мимолетное сознание неожиданно проходится по его сердцу наждачкой. Чунгуку до сели не было знакомо это чувство. И то, что он теперь испытывает, не отрываясь, глядя на Омегу, ему совсем не нравится. Потому что это яркое чувство, отзывающееся на Тэхёна, дезориентирует его, делая его уязвимым. А уязвимость – это то, чего Чунгук никогда не знал. Его комфортной зоной всегда было лишь одно состояние. Состояние силы и непоколебимой уверенности в себе и в том, что он делает. Сейчас все это основательно пошатнулось. Сейчас он был предельно зол, непонятно расстроен и дезориентирован, пытаясь вернуть контроль мозга над беспокойным сердцем. Этот красивый мальчик оказался важным. И важным он был сам по себе. Поджав губы в жесткую полоску, Чунгук захлопывает перед ним дверь и проходит за письменный стол. Сняв с себя пальто, он садится за главное кресло, сразу становясь словно еще больше и мощнее, распуская и давя свои темные и опасные ауры. «Не буду говорить, располагайтесь. Вы последний гость, кому я буду рад в своем доме. Так что вас привело ко мне?» Прямо спрашивает он, цепким взглядом наблюдая слегка растерянное выражение лица Бета, который пытается замаскировать охвативший его неприязненный страх перед могущественным вампиром. «Вы нарушили условия контракта, мистер Чун. Я не в таком плачевном состоянии отдавал вам мальчика. Он избит и изнасилован. А его колено? Я же вас предупреждал, что он нездоров, что ему проводили сложную операцию. Мальчик ходит с трудом. Что вы с ним сделаете?» Чунгук не дает ему завершить свою речь, резко оборвав его взмахом руки. «Что-что вы сказали? Не в таком плохом состоянии отдавали его? У него на спине следы от хлыста, шрам от металлического набалдашника. А вчера он ненароком признался, что его избивали ногами. И вот так в Хёрне воспитывают детей? Что значит, меня пинали ногами? Речь идет об омегах, которых вы продаете для деторождения». Низкий угрожающий тон Чунгука сочился ядом. Скулы его были сурово сведены, а глаза пускали молнии. Кан снял свои очки и вытер вспотевшее лицо на грудном платком. Выглядел он откровенно паршиво. Сердечная болезнь с постоянным стрессом вымотали его, заставив состариться раньше своего возраста. Он старался держать себя в руках, понимая, что голос тут повышать имеет право только Чунг. Это его территория, и власть тут всецело принадлежит ему. Того воспитателя, что избил его хлыстом, мы потом уволили. А то, что его пинали ногами, про это я ничего не знал. Видимо, повздорили со старшеклассниками. Чимин с Техеном были еще теми дручанами. Воспитателей у нас не так много, и не всегда получается поддерживать порядок между детьми. Но я сам за все время своего служения в Хёрне ни разу не поднимал руку на какого-либо ребенка. «Меня не интересует, что вы там делали, а что нет. Я говорю на языке фактов. У Техена шрама на спине. И не вам теперь указывать мне, как наказывать своего подопечного за недопустимое поведение». Чунгук, слегка ослабив узел галстука на шее, откинулся на спинку кресла и, не сводя мрачного злого взгляда с бета, озвучил. «Что вы тут забыли?» Канн сменил неудобную позу и, мельком взглянув на вампира, перевел взгляд в сторону, поскольку очень тяжело было поддерживать с ним зрительный контакт. «Техен позвонил и попросил забрать его. Он хочет встать на очередь в ликвидацию». Чунгук шумно вздохнул. Плечи его были скованы напряжением, и он, размев шею, поддался вперед, готовый вцепиться в горло Кана. «Что значит встать в очередь в ликвидацию?» Твердо отчеканил он. Канн опустил голову, обдумывая вопрос, с какой стороны лучше к нему подступиться. «Если вы согласитесь оформить возврат, то после ликвидации мы возместим вам ущерб из фондовой компенсации». Чунгук порылся в шкафчиках письменного стола и, отыскав там контракт, что они заключили, швырнул его на мини-столик перед мужчиной. «В документе указано, что за мной остается право на полный выкуп мальчика. Озвучьте сумму. Я куплю все права на него». Канн тихо вздохнул, беря в руки бумаги. Он прекрасно знал прописанные там пункты. «Тихиан не желает оставаться тут и дальше. Мне бы нехать, с каких пор в херни начали интересоваться прихотями Омек». Грубо осадил его Чунгук. «Вы занимаете мое рабочее время, Канн, и изводите мое терпение, что весьма чревато. Сумма!» потребовал он с нажимом. Тихиан сидел у противоположной стены, осев на пол и обняв себя руками. Он гипнотизировал влажно сверкающими глазами дверь. Когда та распахнулась, и в проеме появился мистер Канн с черным дипломатом, мальчик с трудом сумев подняться, воодушевленный скорым отъездом, пошатываясь, пошел к нему навстречу. Канн выглядел утомленным и разбитым, словно его прожевали и выплюнули наружу, избегая смотреть в чистые, переполненные надеждой глаза ребенка, который умудрялся радоваться тому, что его забирает от Альфа. Забирает убивать. Он отвернулся. «Мне жаль, Тихиан, но ты остаешься тут». Чунгук вырос за спиной Беты, руки его были скрыты в карманах брюк, а сам он, облокотившись плечом о косяк, теперь взирал на мальчика расслабленным взглядом победителя, правда, серьезное лицо которого не выражало никакого радостного триумфа. «Почему?» Остекся мальчик, настороженно переводя глаза от одного мужчины на другого. Воцарилась удушливая тишина, которую прорезало заявление Чунгука. «С Херном тебя больше ничего не связывает. Я купил тебя с концами». Чуть склонил голову вбок, невозмутимо оглядывая мальчика. «Теперь ты только мой». Увлажнившиеся глаза мальчика упали на увесистый портфель, что держал Канн. Когда он заходил в кабинет, никакой сумки с ним не было. Он догадался, что там деньги. Вампир наличными пересчитал ему купюры, открыв отцовский сейф. «И за сколько вы меня продали?» «Предали». Тихо обронил Тихен, глядя на Бету. «Много». С тяжким вздохом ответил Канн. Собираясь уходить, он повернулся, но стоило ему переступить, как мальчик задержал его, неуверенно взявшись за ладонь. «Дядя Канн, пожалуйста». Жалобно попросил Тихенн, больше всего на свете желая покинуть усадьбу вместе с ним. «Прошу, не оставляйте меня тут». В последний раз взмолился он. Канн, развернувшись, хотел было прижать его к себе, напоследок обняв, сгоряча осознавая, что никак не способен помочь этому замечательному ребенку, как Чонгук, шагнув, крепко вцепился ему в локоть, отдернув его от мальчика. «Я не приветствую тактильный контакт с моим омегой. Убирайтесь прочь из моего дома». Чонгук, подозвав дворецкого, вручил ему мистера Кана и велел проводить гостя наружу и лично проследить за тем, как тот, усевший в свой катафалк, выйдет за ворота усадьбы. После того, как они удалились вдоль коридора, Чонгук перевел негодующий взгляд на Тихена. Тот стоял совсем не твердо, если тронуть, то свалится без сил. Мальчик остекленел и смотрел в спину своего отдаляющегося руководителя и чувствовал себя снова преданным и покинутым родителями на волю судьбы. Подавленного, уронив плечи, он склонил голову. «Дядя Кан», шепотом позвав. Коридор опустел, оставив их с вампиром наедине. Чонгук неподвижно наблюдал за ним, раскидывая, как теперь быть, наезжать на столь огорченного и потрепанного им птенчика хищнику расхотелось. Он схватил его за руку и уволок за собой в кабинет. Когда за ними мужчина запер дверь, то мальчик, ожидая физической расправы, напуганно выдернул свое запястье из захвата и инстинктивно шарахнулся от него назад, споткнувшись. Чонгук сразу поймал его, не позволив упасть и прижав к себе. Некоторое время не отпускал, глубоко дыша его запахом, чувствуя его мелкую дрожь. Старался успокоить бушующие внутри чувства, которые не желали утихать. Атыхен стиснутый в крепких руках мужчины, который то ли просто держал его, то ли обнимал, отупев от боли в душе и спещренной обидами, заморозившись, почти не дышал, только медленно моргал, не осознавая, что плачет. Чонгук, придерживая его за талию, повел к креслу, где ранее сидел Кан, и мальчик, морщись от боли, в исполосованных ягодицах осторожно уселся. Теперь дважды подумаешь, прежде чем брать цветы от других альф. Не применил уколоть его вампир, садясь напротив него. Ваше братье тоже не стану. Шмагнув носом, отрикошетил Тихен, не решаясь поднять глаза на лицо мужчины, что сверлил его плотоядным взглядом, как цепной пес, готовый напасть и сожрать. Сожрать от страстного желания с сочетанием ревности и злости. Тихен поежился, беззащитно втянув шеи в плечи, хотелось убежать и прикрыться от этого напряженного взгляда, что оседало на его коже липкими мурашками. «Кто давал тебе разрешение брать телефон?» Принялся отчитывать его Чунгук. «Ты настолько обнаглял, что смеешь помышлять дела за моей спиной? Вчерашней порки, я вижу, было мало». Протянул он, не повышая тона, говоря размеренно. Тихен, глядя перед собой с невыносимой тоской во взгляде, ему, наверное, не было настолько грустно с тех самых пор, когда он начнулся в больнице, с разочарованием осознав, что выжил. Сейчас было так же безнадежно грустно. Обезоруживающий спросил. «Почему вы не позволили мне уйти с мистером Каном? Почему вы...» «Почему я что?» Чунгук, прерывая его, был невозмутим. «Настолько безжалостно ко мне». И мальчик все же поднял лицо, взглянув в обманчиво спокойную гладь в темных глазах мужчины, что метко держал его на прицеле, не переставая сыто разглядывать. Чунгук не мог перестать любоваться его красотой, позволяя чарам Тихёну утягивать его в опасную глубь. Это не подвластное его разуму нечто было сильнее его личности, его внутреннего «я». Когда он принялся говорить, низкий, хриплый голос его звучал отстраненно, словно он рассуждал об одном, а думал о другом. «Отнюдь. Если бы я проявлял по отношению к тебе ту же жестокость, что проявляю к другим, то и в моем присутствии от страха не то, что рот раскрыть, а вздохнуть бы лишний раз боялся. А ты что делаешь? Отказываешься подчиняться мне, действуешь самовольно и смеешь мне дерзить вдобавок». Чунгук расслабил позу, закинув ногу на ногу. «Считай ты у меня на хорошем счету, мальчик. Будь на твоем месте другой человек, я не проявил бы к нему и толику того терпения, что уделяю тебе». Тихен хотел было сказать, что он и так рядом с ним дышит, словно кислород с сжатыми порциями дают, и почти всегда бывает скован ужасом, но умолчал, понимая, что вампиру эмпатия незнакома. «О чем я для вас выделялся?» Смутившись, насупленно отозвался он. Чунгук тонко улыбнулся. «Обычно из-за издержек своей работы вопросы задают и только я». Тихен прерывисто вздохнул, поджав губы. «Не наказывайте меня за то, что я без спроса взял телефон. Мне все равно больше некому позвонить». «Я подумаю, теперь ступай, пока я ничего с тобой не сделал». Дал указание мужчина и поднялся с места, отпер дверь и подозвав к себе вернувшегося сухвана, велел ему проводить мальчика до его комнаты и не выпускать его оттуда до вечера. «Сожги всю его старую одежду, я больше не желаю видеть на нем эти лохмотья. И скажи прислуги, пусть принесут мне чашку эспрессо, я собираюсь уезжать через двадцать минут». Сам он отправился наверх в свои покои. Нужно было захватить деньги из личного сейфа и вернуть сумму, что пришлось взять из отцовской налички, после чего он собирался поехать в министерство, завершать свой рабочий день. Чонгук не приехал к ужину, вернувшись домой после одиннадцати отказался есть, сказав, что выпьет только бокал косулиной крови. Кровь придавала энергии и способна была затмить голод. Попросил приготовить ему горячую пенистую ванну, чтобы сбросить напряжение загруженного дня, и велел позже привезти к нему его мальчика. Он дымил табаком, переодетый в халат, когда Лори, тихонько постучавшись в дверь, пропустил внутрь тихена в зеленый шелковый пижаме с плюшевыми тапочками. Он не был бледен и не трясся от страха. Сделал пару слабых шагов и остановился, рассеянно оглядевшись вокруг, словно плохо соображал. Чангук хмуро оглядев его, понял, что мальчика накачали успокоительными чаями. Вот тот и ведет себя подавленно, спокойно. Я не буду раздеваться и ложиться на живот. Я болею, мне плохо. И у меня ничего еще не зажило. Так что я лягу и буду спать. Хорошо? Заговорил он, остановив нерешительный взгляд на фигуре мужчины, что курил в открытое окно, щурясь от терпкого дыма. Чангук позабавила смелая речь мальчика, пьяного от успокоительных. Он сделал еще одну затяжку и с удовольствием, выпуская дым, усмехнулся, смерив его красноречивым взглядом с пляшущими чертятами. Хорошо? Правда? Не поверил Тихен, распахнув с надеждой глаза шире. Красивый такой зараза, скопной пушистых пшеничных волос и пижамы от зеленого цвета так подходит ему. Так уж и быть, я не трону тебя. Можешь спокойно лечь? Кивнул Чангук, чтобы перебирался на левую часть. Тихен скинул свои теплые плюшевые тапочки, под которые не приходилось надевать носочки, и еркнул под одеяло, откатившись в левую сторону. Обнял подушку обеими руками, но глаза не прикрыл. Подозрительно покосился на мужчину, ожидая подвоха, затем отвернулся смотреть на портьеры, вяло моргая. Чангук потушил сигарету, прикрыл окно и, выключив свет, скинул себе халат, голым улегшись в постель. «Раз вы меня выкупили, что со мной станет потом?» Доносится приглушенный голос мальчика, что лежал к нему боком. «Я еще не решил». Вряд тот взглядом глади ему плечи. «После того, как я вам надоем и стану для вас бесполезным, вы обещаете отдать меня на ликвидацию?» Чангук молчит, и, кажется, молчит слишком громко, сглатывает шумно. «Отдам после рождения сына», снова ворит он. «Хорошо», тянет мальчик. «Спасибо, пока не за что благодарить. Не поступайте со мной, как мистер Кан, сдержите данное мне обещание». Сдержать обещание, что он ему не давал, вампир не собирался, буркнул ему. «Спи» и отвернулся. Тихин вскоре заснул, дыхание его выровнялось, а запах стал мягче. Чонгук перебрался ближе, уткнулся в его волосы, нежно потерся носом и оставив поцелуй на загривке, что беззащитно выглядывал из-под ворот пижамы, закинув на него руку, приобнял. Он намеренно ему соврал, потому что мысли о грядущей ликвидации удерживали мальчика на плаву. Смерть не была деморализацией Техёна, она наоборот служила его странной мотивацией, была его маятником в безнадежном океане жизни. Когда ему становилось невыносимо плохо, он убегал от своего горя, прячась в этих мрачных мыслях. Он думал о том, что его страдания не вечно, что ему не так много осталось жить, и эти утопические мысли удерживали его в жизни, придавая ему силы пережить еще один день, а за ним и еще. Завтра я буду побеждать всех своих монстров. Техён знал, что ему их не победить. У него этих завтра в запасе оставалось считанное количество. И Чангук обещал ему ликвидацию, чтобы мальчик, потеряв свой маятник, не растерял силы жить, чтобы не впал в отчаяние, не зная куда плыть, потому что именно тогда его сложно будет уберечь от самоубийства. За этими угрюмыми размышлениями и вампира сморила сном. Техёну снился кошмаром, как он падает с пятого этажа и с тупым грохотом ударяется о землю, но не теряет сознание, на его плавит с чудовищной боли в раздробленных конечностях. Он пытается пошевелиться и не может, хочет закричать, но получается только хрипеть, а на него со всех сторон начинают наступать сущности в масках рептилий. Его окутывает вымораживающей клетки страх, и когда кажется, что сознание, измученное болью и страхом, расколется, его выкидывает на поверхность. проморгавшись, он с трудом сглатывает и, чувствуя, как бешено колотится сердце, хнычит от бессилия, а деревеневшее тело еще под флером кошмара плохо слушается, а рука мужчины, закинутая на него по веру живота, ощущается неподъемной глыбой. Тэйхен сморгивает слезу, пытаясь прояснить зрение, и сильно пугается, вскрикнув, широкие тени, разгуливающие по комнате чудятся ему сущностями. Чангук, резко пробудившись от сна, разбирается в том, что случилось, и, дав ему выпить стакан воды, велит заново засыпать, успокоив тем, что он рядом и ничего страшного мальчику не светит. Мешка выпивает воду, стараясь не смотреть на голого Альфу, что бессовестно лег спать, не утруждая себя надеть хотя бы нижнее белье и ложиться обратно. Чангук накрывается одеялом и сразу забирает его в свои объятия, вложив его голову на свою грудь и приобняв за плечи. Атэхен не противится, понимая, что если начнет отбиваться, то его просто сильнее зажмут, еще и нагрубят, чтобы не смел рыпаться. А еще, хоть он и не желал себе в этом признаваться, в объятиях вампира он не боялся кошмаров наяву. Чангук сам был монстром ничуть не хуже сущностей. Мальчик щекой чувствовал гладкость и теплоту его кожи, который прижимался, в ноздри забивался его спокойный и сильный запах, но он не решался обнять его в ответ и не хотел этого делать, обнимать своего врага, ища в нем укрытие и защиту. Тихен оказалось, если он, проявив слабость, обнимет его, то сам себя обидит, предав. Но охватиться за него хотелось, потому что бессознательный страх никуда не испарился, и ему было страшно возвращаться ко сну. Одна рука вампира обхватила его за плечи, а другая покоилась поверх одеяла. Мальчик не стал брать его за руку, но, осмелившись, мягко ухватился за его указательный палец, обняв его в свой кулачок, осторожно глянул на вампира, задрав голову и убедившись в том, что не нарушил его покой, прикрал веки, почувствовав, что стало намного спокойнее. В Хьорне, когда ему снились кошмары, он, проснувшись, без спроса перелезал на кроватку Чамина, и, крепко обняв его, засыпал вместе с ним. Рядом с братом все ужасы мира разум утихали. Сейчас Чамина не было, был только вампира, в чьих объятиях против воли он засыпал, и палец, за который он охватился, чтобы не упасть совсем глубже в пропасть, был пальцем того, кто его в этот кошмар разогнал. Чунгук проснулся от монотонного бибика небудильника, а когда попытался убрать руку, чтобы взять смартфон и вырубить звук, он удивленно заметил, что мальчик, уютно спящий у него под боком, свернувшись котенком, робко держался за его палец. Он уронил голову назад на подушку и выдохнул, прикрыв вслепающиеся глаза, но руку свою из чужого захвата не убрал. Будильник все звучал, а Чунгук уже окончательно проснувшись, медленно моргал, смотря в окно, откуда слабо светилось серое октябрьское утро. Чуть позже Тэхён проснулся сам, от того, что его невесомо гладят по волосам. Мужчине нравилось это делать, поскольку волосы у Амешки на ощупь были совсем шелковые и от них всегда приятно пахло. Мальчик приподнял голову, глянул сонно и, встретившись внимательным и серьезным взглядом вампира, сразу выпустил его палец из руки, отпрянув назад и перебравшись на свою половину. Чунгук уже отключил телефон и молча встал. Ему не хотелось сейчас никуда уходить. Он с удовольствием дольше понижился бы в постели со своим ненавистным человечком, которому какого-то черта так многое начал чувствовать. Однако он и так запозднился, пока снова и снова будильник играл, а он лежал и не двигался, чтобы не разбудить мальчика, который плохо спал из-за кошмаров. Если бы ему про него кто-то такое предвидел, он сухо рассмеялся бы ему в лицо, посчитав это несуразным бредом. А теперь он старался не только лишний раз не шевельнуться, чтобы не потревожить сон Тихена, но и не трахнул его, несмотря на мучивший стояк, ведь вчера обещал не домогаться его. Спасибо за прослушивание, моя сладенькая булочка с корицей. Если не хочешь долго ждать выхода новых глав на Ютубе, то ты можешь поддержать меня на Бусте, где я выкладываю главы раньше, чем на Ютубе. Также там много эксклюзивного контента и контента 18+. Все ссылки ты найдешь в описании или закрепленном комментарии. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.